Доброе утро, ребята! Приветствую вас сегодня на торговой сессии среды. Давайте снова подводить итоги прошлых торгов. Очередные, скажем, интересные события, безумная волатильность, евро-доллар явно подтверждает этот факт. В принципе, не отставали и другие рисковые инструменты, которые были подвержены такой же реакции на рыночные настроения. Но обо всем по порядку. Давайте традиционно начнем с российского актива и динамики нефти. Если говорим про рубль, сначала давайте взглянем на поведение бренда. Открываем графики. И текущие актуальные котировки, в принципе, продолжают находиться на том же самом уровне, в районе 65 долларов за баррель. Мы планомерно движемся к нашей цели по ценовым ориентирам в районе 60 и, самое главное, ждем важнейшее событие для нефтяного ресурса, для энергетического рынка. Это заседание ОПЕК, которое пройдет уже послезавтра. Что касается ожиданий, уже детально останавливались на этом событии, учитывая, что последние факты по росту увеличения добычи позволяют нам сделать вывод о том, что нефтяной картель может как минимум сохранить прежнюю планку по квотам, выработка 30 миллионов баррелей в сутки. Но учитывая то, что мы руководствовались элементарной математикой, сложили ключевые регионы и текущие актуальные объемы производства, получается уже несколько более высокие объемы и темпы производства. Плюс ко всему, по-прежнему констатируем реальные проблемы с мировым спросом на энергоресурсы. И слабая статистика со стороны ключевого потребителя энергосырья Китая также позволяет нам делать вывод, что ключевая идея расхождения, рассинхронизации спроса и предложения по-прежнему остается ключевой в динамике нефти. Что касается рубля, понятное дело, что если мы ожидаем ключевых основополагающих движений по нефти в пятницу, то же самое может произойти и по российской валюте. Есть ли сейчас поддержка для рубля? Поскольку налоговый период мы уже с вами давно перевернули, по сути уже не за горами новый, но в целом еще нужно дождаться нескольких недель, а за эти две недели, учитывая столь интересное событие по нефти, я думаю, что может случиться многое. Другие факторы. На самом деле, в какой бы сектор мы с вами не заглянули, поддержки для российской валюты нет. И напротив, активные действия Центрального банка, направленные на сдерживание укрепления рубля, а активные действия я имею в виду интервентный подход, покупка валюты, обновляются данные по количеству выкупа валюты на внутреннем рынке, и это верхняя планка объявленного диапазона. Вот в конце прошлой недели, я думаю, что в принципе то же самое будет и на первых двух торговых сессиях этой недели, то есть 200 миллионов долларов в день. Центральный банк продолжает покупать валюту для пополнения золота валютных резервов. Стартовала эта программа в середине мая, и уже можно сказать, что таким образом ЗВР были увеличены примерно на 3 миллиарда долларов. Что касается других факторов негативного характера. Мы говорили с вами про Министерство финансов, которые в принципе также руководствуются идеей покупки валюты, также обозначали эту идею в качестве негативного фактора для рубля. Мы говорили про то, что на июнь месяц, ну по крайней мере на летние месяцы 2015 года приходятся существенные платежи по внешним долгам. Это как корпоративного сектора, так и государственного. Разумеется, эти долги номинированы в валюте, поэтому можно ожидать соответствующего дополнительного спроса на иностранную валюту и дополнительного давления на российский актив. Плюс ко всему еще период отпусков, который также позволяет сделать ставку на то, что интерес к валюте будет больше повышенным, поскольку, разумеется, перед поездкой за рубеж запасаются именно иностранные валюты. Что касается последнего и самых значимых действий Центрального банка, мы с вами вчера останавливались на этом моменте, то, что были отменены годовые аукционы РИПО. Это, в принципе, вполне ожидаемое решение, поскольку, в принципе, коммерческие банки уже слегка запаслись валютной ликвидностью, которая им необходима, и необходимости в краткосрочном рефинансировании ее, как таковой, больше нет. Поэтому, в целом, этот фонд позволяет нам сделать ставку на то, что буквально со всех сторон российские активы испытывают давление. Сейчас еще приближается очередное заседание Российского Центрального банка. Напомню, что пройдет она в середине июня. И мы с вами ожидаем еще одно снижение процентной ставки. Текущая ставка рефинансирования на каком уровне? 12,5%. И есть предположение, что в этот раз, учитывая продолжающееся снижение инфляционного давления, мы сможем увидеть ставку гораздо ниже. Вполне возможно, что возле 10%. Традиционно, если, соответственно, говорить о подобного рода решениях и о том, каким образом они могут повлиять на динамику национального актива, то любое смягчение политики – это потенциально негативный фактор. Поэтому у нас есть еще один, скажем, триггер разгрузки для российского актива. Поэтому, в целом, ребят, ждем нашей прежней цели. До нее еще чуть-чуть. 53 – это актуальные котировки, но почти 53. Еще 2,55 рубля, потом уже будем руководствоваться другими ориентирами, поскольку потом у нас будет уже позади заседание ОПЕК, и точно будет ясна картина по перспективам энергетического ресурса. Теперь переходим к евро-доллару. Вчерашняя торговая сессия – безумная волатильность. Конечно же, не такая, как мы наблюдали в марте. Помните, когда евро-доллар скакнул вверх больше, чем на 400 пунктов? Но и вчерашнее восходящее движение тоже было достаточным. Если просчитать локальный минимум и локальный хай, конкретно цены 1,0926 и максимум 1,1192, получается, что пара за сутки сходила на 250 пунктов. Что же стало причиной такого повышенного интереса главному валютному риску? Есть версии? Конечно же, поскольку Греция – это тема номер один, и ожидание каких-либо новостей позитивного, негативного характера, неважно, оно непременно должно было сказаться в динамике европейской валюты. Давайте проследим хронологию вчерашнего дня. Мы начали торговую сессию, в принципе, с прежним новостным фоном, о том, что Греция никак не может договориться с тройкой международных корридоров, проблемы очевидны, платеж приближается, это пятница 300 миллионов евро, обязательно нужно погасить, поскольку в противном случае неисполнение своего долгового обязательства открывает возможность для технического дефолта. Соответственно, поднимали риски о этом самом техническом дефолте, о возможности последующего выхода из состава валютного блока, приводили в качестве доказательства серьезности сложившейся ситуации комментарии высокопоставленных монетарных чиновников европейского происхождения, говорили про министра финансов США, который также высказывался в пользу того, что сейчас сторонам нужно проявить большую гибкость в нахождении компромисс, разрешение этого острого вопроса, поскольку действительно последствия негативного сценария оценить трудно, прецедентов таких не было. Утром, в принципе, ничего не менялось. Но потом, планомерно, в СМИ стали появляться очередные позитивные комментарии, точнее, надежды со стороны Греции о том, что они обозначают возможность скорого нахождения компромисса стройкой международных корридоров. И, в частности, премьер-министр Греции констатировал ожидание того, что общее понимание плачевности ситуации и трудностей, с которыми сталкивается сейчас экономика Греции, может подтолкнуть тройку корридоров для того, чтобы они все-таки попытались предложить какой-то альтернативный выход из сложившей ситуации, поскольку прежние условия реформирования пенсионной системы рынка труда – это условия, которые практически невыполнимы. Поэтому премьер-министр Греции сообщил о том, что надеется, что в ближайшее время тройка международных корридоров – Европейская комиссия, ЕЦД и МВФ смогут предложить какой-то альтернативный сценарий. И, на самом деле, буквально через несколько часов после этого именно это и случилось. Мне кажется, что имело место быть такое злоупотребление, может быть, даже спекуляции со стороны верхушки европейского, греческого правительства и, может быть, даже со стороны тех сторон, которые непосредственно принимали участие в нахождении этого потенциального компромисса. Что же в итоге спровоцировало такой интерес к евро-доллару и, прежде всего, к европейской валюте? МВФ, ЕЦБ и Европейская комиссия сообщили о том, что готовы предложить Греции другой выход из сложившейся ситуации. Это, в принципе, альтернативный взгляд на то, что же может сделать Греция для того, чтобы разблокировать обещанный транш кредитных ресурсов и получить так необходимое им финансирование. Все положения этого альтернативного сценария уже были, по сути, согласованы, обсуждены. И сейчас речь идет о мелких дополнительных формулировках. Но и в ближайшее время стоит ожидать, что этот документ уже в окончательном сформированном виде поступит уже Греция. И они уже будут решать, приемлемы эти условия для них или нет. В любом случае, я хочу сделать акцент, ребят, на то, что как такового соглашения еще нет. Потому что в прошлый раз был проект, направленный на нахождение общего знаменателя. В прошлый раз мы видели достаточное количество позитива о том, что этот документ может стать базисом для нахождения выхода из кризисной ситуации. Но этого не произошло. Очень может быть, что и в текущей редакции документ не понравится греческому правительству, или там будут какие-то подводные камни, которые явно не устроят греков. Поэтому риски потенциального провала, они еще сохраняются. А значит, один из серьезных негативных факторов для евровалюты, в принципе, для всех рисковых инструментов, он по-прежнему актуален. У нас нет еще очевидного прорыва, и у нас нет еще возможности констатировать факт того, что этот выход найден. Что касается других важных новостных событий, и речь идет уже о статистике. Вчера были опубликованы данные по индексу потребительских цен. В годовом эквиваленте инфляция, которая является ключевым параметром для определения будущих темпов экономического роста, поскольку, помните, что ЕЦБ запустил беспрецедентные меры экономического стимулирования, программу количественного смягчения, все для того, чтобы разогнать уровень инфляционного давления. Если в прошлые месяцы мы констатировали, что инфляционные ожидания продолжают падать, а риски дефляции по-прежнему актуальны, то вчерашняя статистика показала, что есть все-таки основания для роста. И по факту мы увидели прирост годового эквивалента инфляционного давления индексов потребительских цен до 0,3%, против прогноза, по-моему, в районе 0,2%. В любом случае это очевидный прогресс. И очень важно, что реальный прогресс в показателях инфляции был получен буквально за сутки до конференции руководителя Европейского центрального банка Марио Драги. Помните, что буквально две недели назад его коллеги обозначали реальную слабость показателя инфляции, проблемы, характерные для валютного блока, и позволили себе закинуть на рынок идею о том, что в ближайшее время Европейский центральный банк может увеличить программу количественного смягчения. Сегодня у нас фактическая конференция и, возможно, объявление программы о более агрессивном выкупе активов. Но если в понедельник после публикации очередной порции слабой макроэкономической статистики по еврозоне мы фактически не сомневались в том, что Драги может обозначить необходимость для экономики новых мер экономического стимулирования, то после вчерашних данных по инфляции это уже не так очевидно. Поэтому сегодня, может быть, конференция, конечно же, будет интересной, волатильной для пары евро-доллар, но точно уже говорить о том, к какому результату в итоге сможет она привести, и какого формата будет риторика Драги, жесткой или мягкой, пока говорить не приходится. Подвели вчерашние данные, но, может быть, не подвели, если по-прежнему среди трейдеров есть те, кто делают ставку на рост европейской валюты против американского конкурента. И еще один важный фактор, который будет влиять на позиции европейской валюты уже через доллар. Это, конечно же, статистика по американскому рынку труда. Вы знаете, что в эту пятницу нас ожидает какой отчет? Сегодня ADP, кстати, посмотрим, к какой статистике можно готовиться. Но в целом есть, конечно же, ожидания, особенно после последних макроэкономических отчетов, что рынок труда не подведет, сможет стать еще одним импульсом для роста американской валюты. А если к этому прибавить еще последние комментарии руководителя ФРС Джанет Йеллен о готовности американских властей к повышению процентной ставки, получается, что доллар, в принципе, по-прежнему интересен для занятий отдельных позиций. Вернемся к евро. Какие можно делать прогнозы ставки на дальнейшую динамику? Кстати, актуальный курс на каком уровне? 1.11. Снижается с локального максимума, то есть уже с уровня 1.12 практически, если уж не придираться пункт в пункт, скатились примерно на 60 пунктов. Почти на 70, да. В целом у нас сейчас три фундаментальных фактора, я хочу, чтобы вы их запомнили. Это по-прежнему нерешенный вопрос Греции. Это сегодняшняя конференция драги и возможности намека на необходимости до поддержки экономики через более агрессивный выкуп активов. И третий фактор – это нон-фарм-перлс. Как только мы получим подтверждение того, что все эти три фактора уже сняты с рынка в качестве факторов потенциального негатива для евро, разумеется, будем искать возможности для покупки главного валютного риска. Но сейчас давайте исходить все-таки из фундаментальной реальности и не забывать тот факт, что каждый из этих поводов – это серьезный прецедент, серьезное основание фундаментальное, которое способно лишить европейскую валюту против американского конкурента не меньше 100 пунктов вообще за раз сразу. Поэтому все эти события можем мы получить конкретику, по крайней мере, по драги и по нон-фарм-перлс. Несомненно, на этой неделе Греция, скорее всего, еще затянется, поскольку, может быть, они даже найдут средства для того, чтобы исполнить свои обязательства к этой пятнице. Но в целом 300 миллионов евро – это лишь верхушка айсберга, потому что после 300 миллионов сколько остается до середины июня еще? 1,6. 1,6 – это совокупное. 1,3 – да. Это уже крутовато. Поэтому, ребята, как только мы решим вот эти три фундаментальных фактора, если мы поймем, что они не представляют угрозу для перспектив главного валютного риска, тогда будем, может быть, рассматривать евро от доллара с точки зрения возможности занятия длинных позиций. Но сейчас моя рекомендация, я думаю, что она полностью фундаментально оправдана, позволяет с опаской смотреть на длинные позиции и больше все равно склоняться в пользу занятия коротких сделок. Что касается пары доллар-японская иена, также откройте графики актуальный курс 124, наверное, 124.10. Локальный хай был выше 120, точнее, выше 120, по-моему, не был. 124.90, примерно так. Посмотрите локальный хай несколько дней назад. USD иена. В любом случае, с локального хая… 125. 125, 0.45? 125, 0.45. Или 125 чисто, сопротивление. Ну, 125, 0.2. 125, в общем, с локального хая пара опустилась на 100 пунктов. Вчера, если посмотреть на причины локальной коррекции доллара, можно обратить внимание на локальную статистику. Это данные по объему производственных заказов минус 0,4% против прогноза нулевого роста. И еще индекс экономического оптимизма оказался ниже 50 пунктов, 48. Но, на самом деле, он находится там уже третий месяц подряд, по-моему. Статистика, на которую мы, вообще-то, обычно не обращали никакого внимания. Это второсортная статистика, даже третьесортная. Но сейчас я уже говорил, что в преддверии очень важного решения, когда рынок ищет дополнительной поддержки касательно решения о готовности американских властей к повышению ставки, внимание обращается на все макроэкономические поводы, которые появляются на рынке. К тому же вчера очень неплохую динамику показывал долговой рынок, европейский и американский. В частности, европейские облигации, немецкие десятилетки выросли на 16 базисных пунктов. Что касается немецких, американских десятилеток, то там рост тоже был, но оказался скромнее. Поэтому, руководствуясь принципом расхождения доходности, разумеется, трейдеры начинают проявлять интерес к тем активам, которые показывают большую доходность. То есть, это европейские облигации, а значит, активы, которые номинированы в евро. Вот вам и еще одно объяснение вчерашнего роста европейского актива. Но рост облигаций, конечно же, был связан с очевидным позитивом, прогрессом в переговорах по греческому вопросу между Грецией и тройкой международных корридоров. В целом, пара USD-иена, конечно же, сейчас ориентируется на национальную статистику американского происхождения. Сегодня EDP, еще раз напомню, а в пятницу у нас Non-Farm Parals. Вот эти отчеты уже и будут создавать дальнейшие триггеры для движения. Но поскольку ожидания все-таки неплохие, это общие рыночные ожидания, предлагаю нам тоже пока не списывать со счетов доллар и продолжать ставить на то, что пара USD-иена вполне может вернуться в район 125. И еще пару слов хотел сказать про австралийца. Откройте графики OutUSD. Поскольку евро вчера активно подрос, эту тенденцию подхватили и другие рисковые инструменты. Австралийец также чуть забрался повыше. Но сейчас по-прежнему стоит делать ставку на то, что австралийская валюта весьма перекуплена. Австралия имеет серьезные проблемы с темпами экономического роста. Австралия имеет серьезные проблемы с объемом капиталовложений. Вы знаете, что снижаются цены на сырье, а сырье для сырьевой страны, как Австралия, является ключевым экспортным товаром. И мы знаем о актуальных проблемах в Китае. Помните последний индекс HSBS, который явно указал на снижение производственной активности. В общем, уйма факторов, которые указывают на то, что австралиец сейчас больше подвержен рычным настроениям. Но фундаментально, когда вся эта шумиха по греческому вопросу сойдет, австралиец развернется и снова пойдет к нашей цели, которую мы поставили в районе 0,75. Что касается Резервного банка Австралии и вчерашней публикации ставки. Она осталась на прежнем уровне в 2%, но учитывая те проблемы, которые я сейчас вам разложил по полочкам, основание того, что Резервный банк Австралии сможет принять решение о еще большем смягчении под ближайшим временем, я подразумеваю ближайшую пару кварталов. Это, соответственно, является еще одним фактором и основа позволяет нам делать ставку на коррекцию пары AUTUSD. С новозеландцем та же самая ситуация, поскольку он будет больше восприимчив к движению AUC. Ясно? Ну тогда большое спасибо за внимание. Ждем дополнительных вопросов и комментариев на нашем официальном канале АМаркетс. Подписывайтесь и оставляйте вопросы под видео окном. Всего доброго. До свидания.